Закончился первый сезон, и не просто так я говорю, первый сезон на турнира CryptoMasters. С чемпионами стали Spirit, в финале переиграли Empire. Мы увидели очень много игр, мы увидели очень много интересных стратегий, очень много новых команд. И на самом деле турнир мне с точки зрения игры, с точки зрения игровой, довольно понравился. Ты как? Знаешь, мне очень нравится, что довольно много онлайн-турниров и много команд из СНГ. Главная проблема, мне кажется, сейчас тир-2, тир-3 сцены в СНГ заключается в том, что все нестабильны, и ни одна команда не может за собой затолбить титул топ-2 после ВП. Мы постоянно видим разные команды, которые показывают такие неплохие пиковые выступления. Тут мы увидели, наверное, небольшой камбэк от ЕПГ, которые дошли до полуфинала. Мы увидели хороший камбэк от Empire, но потом ты смотришь игру против Team Spirit и все равно понимаешь, что им до Team Spirit очень далеко. Но, с другой стороны, Team Spirit на предыдущем онлайн-турнире показали себя не очень хорошо. То есть все могут себя показать, но пока никто не может за собой застолбить какое-то место однозначного топ-2 СНГ. Так что интересно. Все впереди у команд. Да, я, конечно, рассчитывал, если честно, в душе увидеть финал между СНГшной и европейской командой, там, Spirit Lithium, Spirit Wu-Tang, Empire Lithium, чтобы увидеть Best of 5 двух регионов. Этого мы не увидели, все-таки немного европейские команды оказались слабее. Но, вообще, сам турнир, сама идея турнира, даже если сравнивать с нашим турниром, который был неделю до этого, который мы комментировали, MainCast OttenBrowl, где были Secret, дебили VP, турнир исключительно для Tier 2 команды, это то, что мы конкретно обсуждали в нашем мейн-шоу несколько дней назад. Это возможность для этих самых Tier 2 команд тестить себя, показывать себя, как показали в Утанге. А если бы они, например, сегодня прошли империю и, например, выиграли у Spirit, это уже хорошая заявка, чтобы получить какое-то спонсорство. Ну и плюс, конечно же, хорошие деньги для этих коллективов. И вот, по моему мнению, Tier 2 сцена от наличия таких турниров, Tier 2, Tier 3 сцена будет только расти. Если, конечно, в этих турнирах не начнут появляться внезапно Virtus.pro и Na'Vi, которые, конечно же, это один команда, как ни крути. TI команда, да. Да, да, да. И то сцена наша будет расти, это очень хорошо, поэтому прекрасно все было сделано, и список команд был хороший. То есть у нас мы посмотрели и на совсем-совсем никому неизвестные миксы, мы посмотрели на новые европейские составы, посмотрели на более-менее утвержденные наши команды, и вообще турнир прошел очень даже хорошо. Мне вообще кажется, что в таких турнирах, может быть, даже важнее не вот последние топ-4 команды, которые остаются, потому что мы, в принципе, предполагаем, кто эти команды будут. А вот как раз там посмотреть на групповой этап, вдруг кто-нибудь выстрелит, вдруг кто-нибудь удивит нас. Да, там, хорошо, что не Мига второй турнир подряд выступает, тут показала себя неплохо, вышла из группы, причем с первого места вышла из группы. То есть интересно увидеть такие яркие вот молодые составы для, вот именно сцены, мне кажется, для игроков, это вообще супер. Единственное, что расписание становится прям плотным, но мне кажется, это лучше, чем когда тебе негде играть, и ты там пытаешься хоть какой-нибудь турнир отыграть. Хорошо, когда турниров становится больше, так что здорово, да, что у нас Криптомастерс прошел. Да, ну и, конечно, огромное спасибо, собственно, партнерам этого турнира, Play to Life, опять-таки, это был первый турнир на этой площадке. Конечно, не всегда все гладко, мы понимаем, первый турнир, но было классно, было много людей, чатик был активным, Миша тоже зачитывал между матчами там, что происходит. Я зачитывал, спасибо тебе, уважаемые пользователи, с ником Чеснок, за твои честные комментарии, судя по никнейму, да. Откровение, я надеюсь, что Чеснок действительно от честности, а не от еды было произведено. Но, в общем, спасибо огромное, турнир был классным, надеюсь, не последним, надеюсь, еще ребята будут делать турнир, надеюсь, еще нас будут приглашать его освещать, и мы будем смотреть за тем, как растут, развиваются и появляются все новые и крутые игроки и команды, и не только на Тир-2, а и сцены чуть пониже, и с аматорской сцены, и, собственно, всем от этого будет, конечно же, хорошо. Дело говоришь, Виталий, дело говоришь.